итак всем привет дорогие друзья меня зовут андрей кропачев и это наше уже пятое занятие по созданию технического дизайна интерьера вот этой двухкомнатной квартиры в программе 3ds max ссылку на первые четыре занятия оставляю в описании они находятся на нашем youtube канале на котором есть также множество видео уроков по работе по созданию дизайна интерьера в программе 3ds max причем эти уроки структурированы то есть с нуля пошагово до финишной визуализации здесь очень много уроков как пройдя которые вы станете можно сказать профессионалами по созданию именно интерьерной технической визуализации пригодной для коммерческого использования поэтому подписывайтесь на канал вступайте в группу школа дизайна интерьеров андрея кропачева и там можно обсуждать задавать вопросы там я постоянно отвечаю всем своим подписчикам а сегодня мы пройдемся по нашей квартире по всем помещениям и разберем некоторые технические моменты прихожая у нас окрашена в такие легкие пастельные оттенки это фисташковый цвет это такой кремово-бежевый такие были пожелания заказчика и мы их собственно говоря осуществили плитку они хотели с рисунком под дерево или что-то близкое к этому и мы подобрали им напольную плитку которая называется бальдочер клим вот она так выглядит находится она вот есть вся в наличии и напольный элемент имеет размер 447 на 447 и если мы перейдем в программу 3ds max щелкнем на нашу плитку то мы увидим ее размер 447 на 447 то есть она имеет реальный размер как в жизни в натуральную величину разложена и точно также она будет лежать на полу и в жизни здесь вот у нас имеется такой плоский напольный плинтус который также у нас взят из реальной жизни вот он имеет он размер 100 на 14 миллиметров если мы щелкнем на него и посмотрим его размеры то он также у нас имеет размеры 100 на 14 миллиметров здесь у нас продуманы все узлы примыкания то есть плинтус завершается заглушкой здесь вот он тоже у нас завершается прямо перед дверью купе перед сдвижной створкой здесь он у нас упирается в обналичку двери то есть узлы примыкания у нас все технологичные то есть мы оставляем где нужно необходимо отбортовочку для того чтобы иметь узлы примыкания правильные чтобы там не скапливалась грязь и пыль межкомнатные двери у нас от компании волховец в данном проекте то есть не везде мы их используем но довольно часто они проверены временем уже и пользуются большой популярностью у заказчиков выглядят они вот таким вот образом их можно купить на официальном сайте компании волховец либо в их шоу-руме на нахимовском проспекте в экспо строе вот из дизайнерской линейки такая довольно бюджетная дверь но при этом выглядит она вполне себе шикарно вот такая вот у нас прихожая получилось на визуализации но уже она выглядит вот таким вот образом то есть у нас уже готова визуализация этой квартиры вот выглядит это примерно вот так вот но самое главное это то что все технологические моменты у нас продумано то есть именно в основе визуализационного дизайна лежит технический дизайн всегда они наоборот то есть сперва создается технический дизайн а потом делается визуализация они так как это принято у девочек дизайнеров то есть сперва сделали визуализацию красивую вызвали у заказчика положительные эмоции а потом уже разрабатывают техническую документацию делают привязку к размерам и так далее то есть на самом деле нужно делать наоборот сперва создавать технический дизайн а потом уже делать визуализацию и давайте перейдем к следующему помещению это у нас ванная комната здесь у нас такая же плитка на полу это было тоже пожелание заказчика чтобы как можно меньше было напольных элементов то здесь у нас всего два вот такая вот напольная плитка она же у нас на кухне лежит и ламинат с фаской которому мы еще кстати вернемся в ванной комнате у нас такая же плитка на стенах у нас также бальдочер клим если мы посмотрим на стенные элементы вот они декор и основной элемент раскладку они у нас имеют классическую то есть у нас два больших подреза по краям и две большие целые плитки по середине то есть у нас нет никаких подрезов вот как это принято у некоторых делать начинать раскладывать плитку от например вот этой вот стены а здесь вот сколько получится подрезается это неправильно или некоторые еще делят этот подрез на две части и вот так вот его располагают по центру три основных ряда а вот здесь вот по краям два маленьких подреза это неправильно самый правильный вариант раскладки классический то есть два больших подреза которые не бросаются в глаза и вообще не выглядят как подреза то есть если мы посмотрим на них в реальной жизни то нам будет казаться что это целые плитки и так у нас выложено все помещением по мебели это у нас российская мебель от отечественного производителя ее всю можно купить приобрести вот она это зеркало которое у нас используется в проекте вот она эта раковина это самое с вот этими вот бортиками вот такая вот она эта тумба и вот он этот пенал пенал может быть разной глубины и 40 и 30 и 60 поэтому здесь можно и количество вот этих вот горизонтальных секций также можно выбирать душевая перегородка у нас из интернет-магазина сантехника онлайн взята вот выглядит она вот таким вот примерно образом жизни здесь также все сделано из серийных размеров плюс вот этот вот добор который регулируется то есть здесь можно регулировать ширину этого проема и полотенцесушитель у нас тоже вот такой тоже из интернета магазина сантехника онлайн то есть все взято из реальной жизни имеет реальные размеры и вот эти вот точки входа-выхода мы также указываем всегда в своих проектах чтобы заказчик мог расположить их здесь кстати он должен расположен быть вот так то есть шов плитки должен проходить по середине этого полотенцесушителя это так правило хорошего тона можно сказать выглядит эта ванная комната у нас на картинках вот примерно вот так вот таких теплых тонах приятных светлая довольно получается плитка вообще сама по себе очень позитивная такая песчана таракотова легкого такого таракотова оттенка далее перейдем в другое помещение следующее помещение у нас кухня по кухне у нас выбран кухонный гарнитур от компании мария его также можно посмотреть купить и заказать на их сайте официально вот он этот кухонный гарнитур с ручками расположенными посередине фасадов очень это красиво смотрится гораздо лучше чем когда ручки смещены к краю фасада в противоположную от петель сторону то есть когда ручки находятся в середине только один заказчик знает как правильно открывать в какую сторону откроется та или иная дверца вот это вносит некую так сказать интригу вот выглядит это превосходно вот если мы посмотрим то у нас здесь спрятана вытяжка в этом шкафу она тоже в натуральную величину отстроена вот и вот это пространство заказчик сможет использовать для своих нужд и также у нас строена сюда стиральная машина под стандартный фасад 60 сантиметров вообще все фасады у нас стандартный то есть здесь в данном случае заказчик полностью застрахован от того чтобы кухонные менеджеры впарили ему какой-то нестандартный фасад вот здесь вот у нас 60 60 60 все по 60 сантиметров а вот здесь вот у нас чередуются фасады 40 60 40 60 то есть у нас тут четыре фасада и верхний шкаф и также чередуются 40 60 40 60 из нестандартов у нас только один вот этот вот уголок он будет делаться на заказ вот остальное все у нас прямо из серийных стандартных фасадов также отдельного внимания заслуживает потолок и его примыкание кухне если мы сдвинем потолок в сторону то мы увидим что кухня у нас дистанцирована от потолка вот таким вот бортиком это сделано специально поскольку пожеланием заказчика было иметь кухонный гарнитур до потолка но если упереть его в потолок то либо шкафы будут слишком высокими и некрасивыми либо они будут находиться очень высоко это не есть хорошо и поэтому мы заказали вот такой вот бортик который будет от верхней части шкафа до потолка это очень полезная штука она позволяет скрыть вот это вот эти коммуникации из этих труб здесь вот у нас идет плоский воздуховод и уходит вентиляционную шахту которая находится вот здесь а этот бортик скрывает этот воздуховод и таким образом он выполняет и практическую и эстетическую функцию вот так вот у нас выглядит кухня на визуализации тоже имеет такие легкие оттенки а вот это вот полоса также отлично перекликается с вот этой стеной как бы являясь ее продолжением таким все сделано в теплых тонах выдержана в такой легкой светлой теплой цветовой гамме здесь у нас потолок со светодиодной подсветкой это гипсокартонный потолок который еще имеет и такой вот карман для шторы то есть штор у нас выходит из-под потолка если мы посмотрим это со стороны кухни то штора у нас выходит из-под потолка это очень красиво практично когда не видно самого потолочного карниза а вот это вот понижение используется еще и для того чтобы разместить на нем точечные светильники направленного типа которые будут светить на рабочую поверхность и плюс еще у нас есть подсветка под шкафами то есть кухня в данном случае очень хорошо освещена также у нас вот это вот раздвижная дверь от компании волховец это модель слайдер система слайдер который есть несколько различных там вариантов предложений по дизайну в данном случае сюда вот подойдет такой легкий классический стиль который подходит по цвету по текстуре и по стилю к нашей кухне и вообще ко всему остальному интерьеру вот поэтому по кухне у нас вот в такой легкой классике все сделано переходим на балкон здесь у нас также лежит единым контуром с кухней на этом же уровне напольная плитка та же самая здесь вот на стене у нас декоративный кирпич от компании камелот называется манхэттен можете также посмотреть в интернете и вот такая вот у нас настенная сушилка сейчас я включу ролик где в общем то мы уже смонтировали ее в натуральную величину так что посмотрите как видите она монтируется от пола до потолка и очень практично в том плане что в неиспользованном положении ее можно сложить и она не будет занимать вообще никакого места вот такой вот у нас практичный легкий балкон без лишней загруженности во всех помещениях радиаторы у нас утоплены в стену то есть это не фальшь стена это утоплены в пеноблочную внешнюю стену радиатора на глубину 12-15 сантиметров иногда даже до 18 сантиметров позволяется туда углубиться утеплить и таким образом не съедая пространство комнаты спрятать туда радиаторы за декоративную решетку здесь вот примыкание этой решетки к стене также продумано вот поскольку эти пазы этой решетки они должны иметь небольшой они должны быть чуть чуть меньше чем проем то есть должен должен быть небольшой зазор для того чтобы решетка туда встала и имела возможность температурного расширения без вреда ее основной конструкции то есть чтобы ее не повело когда она у нас расширится выглядит у нас гостиная вот таким вот образом на визуализации очень четко перекликается с прихожей то есть если мы посмотрим на вот этот ракурс то увидим что стена прихожей она не выделяется на фоне этой стены гостиная если мы посмотрим на кухню то полоса вот этой плитки на фартуке кухни с очень прекрасно сочетается с вот этим вот фисташковым таким легким оттенком как бы является его продолжением также если мы посмотрим на светильники в нашем проекте то мы увидим что это плоские потолочные люстры не свисающие и не точечные светильники а такие люстры которые дают рассеивающий мягкий такой свет но при этом не свисают то есть об них нельзя стукнуться головой там или при переносе каких-нибудь больших громоздких предметов очень рекомендую использовать такие вот потолочные люстры в своих проектах очень классная штука стоят они недорого продаются они практически везде вот она эта люстра вот стоит она у нас порядка семи восьми тысяч рублей вот поэтому в проектах это особенно там где низкие потолки в современном легком классическом стиле это очень хорошее решение спальня у нас на визуализации выглядит вот таким образом если мы смотрим на эту стену и видим отрезок стены в гостиной то они у нас одного тона и это явно подчеркивает что вся квартира у нас сделана в одном стиле то есть не бросается в глаза другой цвет и ламинат у нас с фаской выложен единым контуром из гостиной в спальню и спальни в гардероб и таким образом у нас пространство объединено общей идеей и вот стены гардероба внутри также окрашена вот таким вот бежево-кремовым оттенком легким также у нас есть гостевой санузел в котором у нас на стенах располагается плитка испанская от компании vives вот она есть здесь ее размер 230 на 335 если вы видите вот у нас такой мускатный оттенок и если мы перейдем программу 3ds max и щелкнем на эту плитку то мы увидим что у нас размеры 230 на 335 то есть такой же как в реальной жизни и мы видим что короб у нас выстроен таким образом что сюда входит ровное количество плиток то есть у нас нет подрезки не с этой не с этой стороны и аналогично на противоположной стене у нас сюда встает ровное количество клеток плиток не дробные и на этой стене у нас имеются небольшие подрезки здесь у нас бежевая плитка вот такая вот и им тоже имеет классическую раскладку здесь подрез и здесь подрез короб у нас сконструирован таким образом чтобы туда упрятались все коммуникации но чтобы мы имели к ним доступ то есть если мы уберем вот эту косметику отсюда то мы сможем приподнять вот эту вот полочку и будем иметь доступ к бачку коммуникации то есть мы сможем всегда сможем что-то перекрыть что-то закрыть что-то обслужить то есть имеем такой ревизионный доступ здесь у нас располагается еще гигиенический душ если заказчик правша то гигиенический душ нужно располагать слева если он левша то его нужно располагать справа на визуализации этот санузел выглядит вот таким образом, тоже в таких легких, теплых, светлых оттенках. И, наконец, пожелание всем дизайнерам, проектировщикам и особенно визуализаторам, грамотно продумывайте техническую составляющую вашего проекта, потому что красивую картинку вы нарисуете в любом случае, но самое главное, то что делает проект правильным, нужным, полезным и делает его залогом качественного, хорошего ремонта, это именно технически, грамотно продуманный проект, когда у вас продуманы все узлы примыкания, когда у вас продуманы все стыки покрытий, когда у вас продуманы все стыки потолков с кухонным гарнитуром, когда у вас продуманы доборы, необходимые между кухней и стеной и так далее. Таких мелочей очень много и чтобы им научиться, вам нужно будет пройти обучение у того, кто имеет строительную практику, у того, кто имеет практический строительный опыт. И если такое обучение вам нужно, то очень рекомендую вам пройти его по ссылке в описании, там вы найдете мои контакты и сможете пройти это обучение техническому дизайну в режиме онлайн по скайпу, где мы можем обменяться экранами и обсудить все технические моменты вашего проекта. Если вы будете делать проекты грамотно, то они будут очень востребованы и молва о вашем профессионализме быстро разойдется среди заказчиков. Ну а вы заказчики ищите среди дизайнеров и проектировщиков тех, кто продумывает тщательно все узлы примыкания, кто продумывает тщательно всю технологию, кто ее знает, кто ее использует в своих проектах и тогда у вас ремонт действительно будет качественным и как следствие недорогим. Потому что если технология не продумана в процессе проектирования, то воплотить такое решение будет стоить баснословных денег и при этом не будет никакой гарантии, что это решение будет служить долго. Так что подписывайтесь на канал, ждите новых полезных видео уроков, а всем всего доброго, счастливо, до свидания.